Итак, давайте начнем с самого простого. Сегодня у нас на самом деле больше было про суббд и все такое. Для этого нужно было немножко знать, какие у вас суббд используются. Мы знаем, что у одного точно MS SQL используется, у меня используются MySQL и Postgres. Два разных, два типа разных. А что у вас используется? У меня используется MS SQL. Причем в редакции кластера Always On. Первичная, вторичная надо. Ну то есть первичная реплика чтения-запись, вторичное чтение. Понятно. Подожди, чтение-запись и второе чтение, у тебя прямо он нормально работает? Нет, вторая реплика, она используется под всякие отчеты, под интеграцию с subbusiness object для построения отчетности. Ну и плюс там какие-то сторонние подключения. То есть у меня сама Jira, она коннектится к первичной реплике на чтении и на запись. понятно. Я вижу, как Alex M. А это Леша Матвеевич, что ли? Он разработчик. Разработчики используют встраиваемую базу данных. Кстати, я тоже использую ее. В принципе, норм. Тогда еще кто, что? Итак, на самом деле с MySQL... Я, допустим, часто использовал MySQL, часто встречался для того, чтобы улучшить. Наверное, все, наверное, знали MySQL Tuner. Кто-нибудь слышал такое? Я для MySQL использовал MySQL Tuner и в последнее время использую PeerCon. Сейчас, подождите. Если вам интересно, я сейчас покажу. Подскажите, пожалуйста, кто какую использует с UBD-версии? Имеется в виду для MySQL, поскольку у нас мы видим, что у MySQL больше людей используют? Потому что я вот точно знаю, что при, ну, в мажорных релизах прямо нормально улучшается производительность у MySQL. Много юзкейсов слышал. У нас 14-я версия. Угу. Ну, тогда для Джиры не так уж. А, тоже у Андрея тоже 14-я версия. Хорошо. Давайте тогда пока... Леша Матвеев, можешь звук включить? Выйди, пожалуйста, в мир. Включил. Привет, Леша. Расскажи, пожалуйста, пока... Какие у тебя были случаи, когда вот прямо с производительностью именно с UBD и, там, не знаю, атласин-приложений были косяки? Ну, с UBD это как бы стандартная проблема. Ну, когда делаешь плагины, ты его можно сделать так, что он откроет кучу коннектов к UBD. Вот. Ну, и после этого, когда-то оно достигнет максимального количества коннектов, после этого все запризится. Ну, и все, и Джиры как бы перестанет работать. Ну... Это первый косяк. Ты имеешь в виду, съедаешь трэдпул? Ну, да. Нет, там же еще есть коннект, количество... Ну, да, ну, трэды в итоге, да, но это именно трэды, которые вот с коннекты в базе, его выедаешь. Вот. И оно, ну, то есть у тебя становится в очередь твои как бы следующие запросы. Они там так и стоят. Сейчас, подожди секунду, это у меня в холле. Я из дома, я поэтому видео не включал. Сейчас, секунду. Перемься там. Так, где оно там? Да, вот. Это, значит, по трэдам. Вот. Какие еще были проблемы у нас на инстансах? Трэдпул — это такая относительная проблема. Почему? Потому что тем больше трэдпул делаешь, тем больше едят. Допустим, есть плагин из самых такой любимых мною и ненавидимых. Это называется Grid Tables. Как он полностью называется? Ну, да, Table Grid. Есть Next Generation, а есть простой Table Grid. У нас используется простой Table Grid, и он съедает очень большое количество трэдпулов. И сколько ты ему не дай, он все равно больше будет съедать. И это у меня он сильно настраживает. Я очень много писал разработчикам, что вследствие просто как бы нашел более-менее такой всех устраивающий размер. А почему он трэдпул съедает? Это потому что когда... Это же по сути сделали динамическое кастомное поле, в котором внутри как экселевская табличка, динамическая табличка. И каждый раз он один пул трэд съедает. И на REST API блочишь. И тогда он более-менее нормально работает. Но клиенту, конечно, не очень хорошо. Ну, я не знаю. Я вот с которой до этого таблички не работал. Я работал именно с Next Generation. Вот. Но у них там сейчас Next Generation отдельных табличек. Я просто не знаю. У нас сейчас Performance. Мы будем про плагины разговаривать или нет. Будем. Ну, смотри, да. Там, короче, какая штука была в Next Generation, что там все данные хранились в виде JSON-а. Вот прям личным там custom field value. Ну, табличка такая, бодон. Вот. И какая штука получалась? Что... И мне, в общем, нужно было сделать, чтобы вводить, ну, короче говоря, все данные по бэклогу. То есть был table grid, такой бэклог, и надо было туда вводить данные по бэклогу. Когда там много набиралось, то в итоге я там ловил exception, который говорил о том, что я превысил, ну... Ну, вот это мультитекст поле, и там уже у него ограничения в jure стоит. По умолчанию там в advanced ставится. Вот. И то, что я его как бы переиспользовал. Вот. И то есть вот отдельно табличек у них уже там никаких нет. Но все равно эта штука работает вообще никак. Ну, реально. И я не знаю, просто у меня там еще полей много было, там штук, наверное, 10 этих гридов. И они все... Ну, там, короче говоря, 10 гридов этих полей, потом открываешь такую вкладку edit, и у тебя там куча вкладок, ну, табов вот этих на экране, и там они разбросаны эти поля в перемешке с всякими мультитекстами, там, select-листами и все такое. И это все работает вообще ужасно медленно. Вот. Единственное, что я не смотрел, где оно медленно работает. Это проблема, ну, как бы, вывода, да, там, JavaScript медленно работает, или же проблема у них работает. Вот это, ну, я не смотрел. Но то, что проблем там осталось производить, как бы, однозначно, там, вообще так, такой жесткий плагин. Вот. А я говорю про плагины, там, про которые мы... вот как раз клал вот из этих коннекшенов. Вот. Ну, тут как бы только мы сделали, ну, один вариант, просто его переписать. да. Ну, были, конечно, плагины, которые у нас хитом раздували. Вот. Ну, как бы, тут тоже, в принципе, чего надо переписывать. Вот. Ну, вот. Из моих, из всего такого, это был портфолио Фоджиры, который съедал, ну, размножался очень большим объемом. Он быстро очищался. Очень много он генерил классов. Ну, то есть, хип увеличился очень быстро, а потом падал. Ну, да. И заканчивался. Ну, примерно такая вот ситуация была. Ну, производительность, да, это дело такое. Ну, а, у нас еще была классная проблема с производительностью. Это с почтой. В общем, ну, это было, правда, я не знаю, как сейчас на версии 8 это работает. Это было на версии 7. И у нас там сервис-деск был. Вот. И туда, значит, сыпались, ну, письма, короче говоря, в большом количестве. Вот. И там стоял у нас плагин Jetty. Такой. Вот. И они, значит, туда письма-то эти сыпались-сыпались, но в итоге получалось так, что там видно, у Jira оно все обрабатывает в один поток. Вот. И получалось так, что Jira просто не успевала отработать, не успевала создавать. И у нас, когда мы там делали, допустим, там 15 тысяч писем в час, вот, у нас там последние письма создавались там через несколько часов там. Вот. И тут тоже мы решили эту проблему, как мы взяли вот этот Jetty и создали, ну, там, правда, плагин пришлось небольшой написать. Короче, мы создали там несколько обработчиков, ну, то есть распараллели, создав несколько обработчиков сообщений, да, то есть у нас не один был, а там 10 мы их сделали. И потом у нас был такой load balancer там написанный самостоятельно. Вот. И мы их, соответственно, посылали на разные вот эти обработчики. Ну, там, по-моему, простой алгоритм был просто по порядку. Вот. И это вообще реально нас спасло. Вот. Оттого все работает. Такая штука была. Ну, что у нас еще было? Помню, тестировали этот плагин интеграцию от сервис-деска. Вот. Ну, не интеграция от сервис-деска, а сам атласинский сервис-деск. У нас тоже такая ситуация была. Мы туда, ну, мы вот в этот сервис-деск загоняли там кучу, что они там называются-то, сервис-деск, SLA-F. Вот. Вот. Кучу SLA-F. Причем, ну, я не знаю, как сейчас там в более, ну, в более современных версиях джерсервис-деск было не больше 30. То есть, ну, когда заводишь больше там, ну, ты, во-первых, не можешь там довести больше 30 SLA-F, а если уж ты их завел через REST-ы, то они просто там не показывались. Вот. И у нас был, по-моему, 1500 SLA-F, что ли. И мы тоже тестировали это все на нагрузку. Вот. Причем мы тестировали на нагрузку, значит, плагин еще и Power SLA, по-моему, есть. Power SLA есть плагин. И еще какой-то плагин, я уж не помню. Вот. Ну, вот эти Power SLA, ну, в общем, все кастомные плагины вообще легли сразу. Вот. Просто ни один не прошел. А вот стандартный SLA-F, джеровский, тот как бы нормально там. Он упирался, но работал. Вот. Вот это вот тоже. Поэтому, в принципе, то, что Атласи он ввел, вот, хотя там такая, конечно, сертификация, но, в принципе, то, что он ввел, чтобы для дата-центров народ тестировал на производительность, я, ну, джерку, это как бы правильно. Вот. Ну, они же идут в Enterprise, Атласи, и то, что, как бы, в Enterprise будут работать нормальные плагины, это хорошо. Просто вот, когда я работал в Rife, то, какой плагин не возьмешь, так он нифига не работает на большом количестве. А на маленьком работает. Интересно, в общем. Ну, ты же знаешь, так как они пишутся? Ну, конечно, знаю. Ну, конечно, знаю. Ну, ты понимаешь, я хочу тестировать, можно по-разному, уж чего уж говорить-то. Да. Потому что, ну, как бы Атласи он-то ввел, конечно, но тесты же все равно на твоей стороне. Да. Вот. Да, поэтому, ну, я даже не знаю. То есть, ну, если уж совсем делать так, чтобы все хорошо, плагины работали, на что бы сам Атласи он тестировал, но ему тогда сил не хватит, чем плагин тестировать. И, наверное, деньги за это будут брать, не знаю. Вот. Но проблем с плагинами есть. А, кстати, кто-нибудь здесь пишет плагины? Да. Вот. Просто у меня такой вопрос. Ну, вообще, вот, когда возникает вопрос, ну, давай даже не так вопрос, а кто-нибудь нагрузочный здесь жиру тестирует? А что такое вот прям нагрузочный тестировать? У меня не так уж много тестов. Ну, нагрузочно тестировать, это означает, что, ну, во-первых, ну, смотри, как бы сейчас говорим про то, например, про твою организацию. Вот у тебя есть организация, у тебя есть жира. Ты примерно представляешь объем операций, которые у тебя будут. Представляешь, сколько у тебя будет данных, там, какой прирост. Ты подготовил данные, загрузил в жиру, вот, посчитал, какие у тебя операции выбрал оттуда наиболее, которые, по твоему мнению, грузят в систему. Ну, вот мы, например, когда там тестировали, у нас этих операций там было штук 12. Вот. Ну, то есть, потому что на больше, на каждую операцию писать тесты, ну, это как бы можно, конечно, но это ресурсов очень отнимать. Вот. Ну, и потом ты, короче, запускаешь все это дело, и, ну, естественно, подсоединяешь к джериметрики, там, ну, не метрики в смысле, а чтобы собиралось там, CPU, там, GVM, BD, ну, короче, все вот это вот фигни. Вот. И потом у тебя, в принципе, сам вот этот, ну, то есть, а тестировать ты можешь использовать инструменты разные, да, можешь там тестировать такой, можешь использовать какой-нибудь там, я не знаю, как он там, у Хьюлит Пакерта, да, по-моему, какой-то там Тифонус. Ну, лоут. Лоут раннер, да, лоут раннер, да, либо там, я не знаю, G-метр, ну, на Кис, но G-метр самый популярный. Вот. И тебе, в принципе, они дают еще информацию о том, насколько быстро у тебя запрос, ну, ответ ты получил, вот это тоже прикольно. Вот. Ну, а тут возникает вопрос. То есть, ты берешь Jira и садишься и пишешь с нуля, хотя казалось бы, ну, с нуля все тесты, хотя казалось бы, что у тебя, ну, что, наверное, много людей это делало. И вот, вот кто, кто-нибудь тестирует, вот кто чем пользуется при тестировании, ну, нагрузочное тестирование Jira? Я АБ использовал, потом начал на питоне просто писать, вот, куча запросов, то есть несколько тысяч делаешь, то есть обычных простых запросов, и потом делишь и смотришь. Это такая штука. Потом я смотрел вот как раз-таки лоут раннер, как люди делают, но я пришел к руководству, и потом как бы мне сказали, ну, как бы слишком дорого, много чего хочешь. У нас такого нету, а так как мы вебом не занимаемся, поэтому ничего такого не будет. Потом я пошел по другому пути. Сейчас используется в тренде это Gartner. Gartner. Да, да. Сейчас я покажу. Я спросил у людей из LMworks, и мне это показали немножко, но, как обычно, условно говоря, всем до фич, ой, блин, до перформанс-тассирования пофиг, пока нужны фичи. Как только все плохо становится, только когда им хотят. То есть у нас вот такая методика. В данный момент, допустим, вся компания у нас полностью, практически все, сейчас 98% это все в этом, из дома работает, из-за этого получается, что этот, на самом деле, перформанс во всех ресурсах нужно улучшать. Там на инфраструктуру все клалось. Из-за этого, как бы, уже сам руководство захотело этим, чтобы улучшение, как бы, условно, хотят уже к понедельнику улучшений. Из-за чего тоже в одно время я решил озадачиваться еще раз. Но при таком прям приема передачных тестирований нет, нет у нас. Нужны ресурсы. Самое простое. Вот, хорошие вот. Нужны ресурсы, да. Вот смотри. А у атласов, у них же есть уже прям готовый фреймворк для тестирования. Performance. Да. DC, APP, Performance Toolkit, да, который позволяет тестировать Bitbucket, Kung Fu и Jiro. Вот. И в чем, как бы, вообще его прелесть? Его прелесть в том, что, во-первых, там тесты написаны основные, да, то есть, ну, ну, то есть как, во-первых, ты можешь скачать ихнюю BD, да, у них там BD есть Large, там Small, еще какая-то. Вот. То есть ты можешь, можешь эту BD скачать, себе на Jiro поставить. Как бы все, вопрос с данными ты решил, потому что вопрос с данными это тоже такое дело. Вот. Ну, но это для тех, кто плагин, наверное, пишет, да, как бы актуально. Вот. И второе, у них здесь написаны, ну, как бы основные тесты, там, по считыванию дэшбордов, там, поиски, создания, ну, то есть все есть. Вот. Ты, короче говоря, когда это дело запускаешь, то у тебя потом выдаются уже логи сразу, сколько там, что выполнилось, и, в принципе, вот эти логи ты отсылаешь потом у атласов. Да. Когда дату-центры делаешь. Вот. И, допустим, если у тебя свой инстанс, и тебе его надо потестить, то, в принципе, здесь просто проблема в чем? что у них есть привязка на любых данных. Там должны быть определенные проекты созданы, определенные дэшборды и все такое. Вот. Но, в принципе, я просто сейчас немного вожусь, вот хочу то же статью про нее написать, вот, и хочу посмотреть, как сделать, потому что здесь много очень программного входа написано, вот, и я думаю, ну, как бы, ну, как сделать так, чтобы по-быстрому его заложить там на любую задачу. ну, то есть, по сути, там взять, поменять проекты, взять там, поменять название дэшбордов, которые тащатся, вот, потому что, ну, нагрузочное тестирование, ну, конечно, отнимает кучу времени. Вот. И у них еще тут есть тесты, что интересно, населению. Вот. Ну, в общем. Тут такой вопрос, там же, видишь, Amazon Instance тебе нужно делать все время, каждый раз. Не, не обязательно, ты же можешь, в принципе-то, ну, его направить куда угодно, хоть на свою локалку. Ты же там сам прописываешь путь к шире. Там есть, короче, зверя YAMO файл, вот, и в этом звере YAMO файл у тебя там параметры Application Hostname, Application Protocol, Application Port, Admin Login, Admin Password и куча всякой остальной фигни, там, какая concurrency делать, там, вот, сколько делать операций, вот, и в принципе ты их, как бы, ну, там прописываешь эти параметры, и все, и можешь, ну, куда угодно отправлять. Угу. Да. Данные тоже так же качаются, ты со своего компа берешь и скачиваешь ли с них этот XML. Ну, там два варианта есть, один, как бы, XML-ник, когда ты, кстати, я сейчас его гружу, у меня уже целый день он грузится, вот, потому что я через БД там решил не пробовать, это надо было права просить, там, на БДС такой, вот. А где XML-ка? А где XML-ка? Я решил попробовать вот через обычный XML-ка, вот я взял, они же там дают адрес XML-ки там какой-то ихний. А я вот не вижу. А, не видишь, откуда взять вот этот бэкап, ты имеешь в виду, да? Да. А, бэкап откуда взять? Ну, сейчас посмотрим. Так. Я даже готов закинуть на свой инстанс и поиграться. Бэкап можно взять вот отсюда. Ну, во-первых, смотри, он там как бы официально поддерживает 7.13 последний, вот, потом, ну, последний, вот 7.13, я не помню, какой там последний. Вот, 8.03, 8.53, по-моему, все. Вот. Но это не значит, что он не будет работать на других. Сейчас. я в Slack'е состою в этом канале и как бы там тоже до хрена работа проходит, поэтому я бы не сказал, что прям он фичи комплит. Ну, наверное, да, но как бы это все равно не писать с нуля свою какую-то штучку. Это да. Сейчас. найду я этот. Так, вот, нашел. Вот, сейчас я тебе туда скинул в чат. Короче, вот такая штука. Так, где он там? Чат, 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 чат. Ну, сейчас там версию поменяем. Ну, в общем, их там. Сейчас так убираем. Вот, и у них тут просто там в одном месте чат кидано. И вот этот jero version надо, соответственно, поменять. Но я вот скачивал для интерпрайзного релиза, для 8.5, то есть, ну, если другие, я не пробовал, у них там нифига не написано, какие вообще значения. я думал сначала для 8.5.3 качну, но для 8.5.3 нет, надо, в общем, там ставить 8.5.0. Вот так делать. И посмотреть, главное, там никак нельзя, потому что на сайте я не пускаю, там всегда форбидом. Приходит, в общем, вот так я качал. Оно качается там на 7 гигов. Но это я, мне Larch нужен, потому что я там плагин тестирую, мне его надо выложить, ну, как там в рата-центр, как-то так говоря. Вот, а так я так понимаю, что там есть не только Larch, а и поменьше. Ну, видишь, я вот хочу, допустим, ради интереса 7.13 тоже скачать. Что-то не то. Не взлетает. Не, ну, ты имеешь, ну, ты 7.13, ну, давай сейчас. 7.13 я воткну. Так, ну, давай вообще вот прочитаем, официально их штуку, что-нибудь там пишут. UpdateJir, так, бам-бам-бам. Сейчас, они же там прям, ну, в своем вот этом Redmi пишут, какие версии Jira они поддерживают. Сейчас, глянем. так, 7.13.6, ну, тоже Enterprise на релизе, 7.13.6, ну, набери 7.13.6. Сейчас, и давай, да, 7.13.6 есть. Ну, вот, да, и он пошел. То есть, они поддерживают 8.03, тут 7.13.6, 8.5.0. Confluence 6.13.8, 7.04, а BitBike 6.10.0. Такая фигня. Вот, но, в принципе, эта штука работает. Вот. Ну, не охота мне заниматься тем, чтобы, да, тесты-то на этом геометрии катать. Проще, ну, потому что, тем более, что это надо делать постоянно. Вот. допустим, будет выходить такая-то Jira 9, это надо будет сидеть и все переписывать, а тут я все потереваю, что они делают поддержку. Вот. Как-то так. Ну, вот, я не знаю, что еще рассказать. Так. Ну, из такого вот я маленький вот тесты делаю. у нас, у меня, допустим, только два типа тестов и метрики у меня самые два типа тестов. Это создание ишью, считывание самого ишью. Тут, по сути, по ресту иду. И дальше я к созданию комментариев. То есть, дашборды и все такое я просто игнорирую. Ничего такого я не делаю. Это, как бы, очень мало, но, с другой стороны, как бы, можно увеличивать, с другой стороны, это, а когда и что делать, зачем это нужно делать. Фактически, с одной стороны, неправильное решение. Насколько показательно будет тестирование по ресту? Ты же фактически, когда у тебя пользователи работают с интерфейсом, они же не рестом пользуются, они у тебя открывают, грузятся веб-серверы какие-то шаблоны, прочее. Вот. насколько эффективно оценивать тестирование через рест? Насчет эффективности, блин, оно хреново. Вот. вместо этого как раз АВ закидывал воркбенчем. В принципе, нормально. Но тоже, блин, у меня, как я вообще тестирую? Когда у меня все плохо, я начинаю, как бы, что-то изменение какое-то сделать, но тестом я начинаю добиваться такой же проблемы, потом какую-то из параметров меняю, путем еще нагрузки, якобы, вымышленные, условно говоря. И за счет этого я смотрю, что, в принципе, улучшилось, и я начинаю менять. Вот такая вот история. Но я считаю, что это как бы неправильно, но не знаю. Сколько ресурсов нужно, чтобы полностью делать? Ну, вот я тебе про это говорю, что нужно потратить большое количество времени, поэтому проще сесть и переделать то, что сделали атласы. Вот. Ну, мне так кажется, не знаю. Потому что вот мы когда писали свои нагрузки, соответственно, для него там месяч 4. Вот. Но мы делали это на лодранере, и мы тестировали не через риски, а через интерфейс. Да, то есть там основная проблема в чем? Ну, как лодранер-то, короче, запустил, там, нажал эту запись скрипта. Это все просто, это все быстро. А потом начинается какая штука, там, жир, она кидает всякие там отель-токены и вся фигню. Вот. И, соответственно, если ты записал и опять запустил, то у тебя ничего не получится, потому что у тебя уже все сессии заэкспарены, и ты с теми вот токенами, которыми там прям, ну, скопировались, ничего работать не будет. Вот. и ты начинаешь это все дело параметризировать, то есть вычленять там парсерами, там, ну, там, короче, разные есть способы, там можно на сик отгенерить, у нас, по-моему, на си был. Вот. И ты начинаешь вычленять вот эти вот переменные, которые зависят от сессии. и их ищешь по коду, потом их везде подставляешь, это как первая проблема. А вторая проблема, то есть ты записал, и ты создаешь эшую, и тебя все эши создаются одними и теми же параметриями в одном том же проекте, одного и того же типа. А так тоже пользователи не работают. Вот. И тебе нужно, соответственно, получать там все проекты, которые у тебя есть, потом как-то их рандомизировать. Ну, нет, там все эти функции есть, там, по рандомизированию, как получить все можно, но это тоже занимает, конечно, офигенное количество времени. Вот, поэтому атласы, они, видишь, пошли по другому пути, по более халявному. Они, дали свой дамп и сделали как бы тесты, которые работают только с этим дампом. Вот. Ну, вот, и я как раз сейчас много с ним играюсь, и, ну, мне-то это подходит, потому что тебя плагин тестируют. Нет, как бы прям берешь и работает. Вот, а людям, которые, у которых свои инстинсы, конечно, это не подходит. Вот, надо просто научиться как-то быстро там все это менять, и, в принципе, можно сделать, чтобы и у людей и все подходило. Такая штука. Понятно. А кто аксесс-логи тогда чекает? мы у себя настроили партинг логов с планки. С планки? Да. Мы смотрим, ну, ориентировочно, сколько там запросы выполняют, смотрим, там, какие-то тяжелые запросы, то есть там в аксесс-логе есть параметр время выполнения запроса веб-сервером. И часть ошибок отлавливаем. Допустим, был пример, когда пользователь сделал сортировку всех тасков в джире. Ну, то есть, GQL просто сделал сортировку без там ограничений по проекту, по issue type еще как-то, и запихал это все на Канбан. Вот, то есть, в настройках Канбан доски указал этот фильтр. И у него открытие доски длилось около двух часов, и он нам положил, ну, нагрузил джиру достаточно сильно. Вот, через аксесс-логи мы определили, кто что делал, как бы связались с ним. Сказали, так не делать. Что? Мы имеем в виду NGNX или аксесс-логи на уровне Каталины? Том Ката, аксесс-логи Том Ката. Прикольно. У тебя же есть еще лог GQL-закросов медленных. Да, есть такое. Мы таких оттуда ловим. Ну да, пока мы его еще не парсим, не настроили парсинг-логов. Пока мы только аксесс-логи настроили. Мы GVM-профайлер еще используем. То есть собирают работы. А у вас прямо еще повсеместно используется, да? Ну, у нас есть собственная разработка на этой компании для продукта. Вот, и мы его переиспользовали просто для нашей Jira. Были проблемы с производительностью, мы сразу не поняли с чем. Что-то как-то у нас с дампами не задалось, но у нас есть перформанс команды, они сказали, ну, попробуйте, поставьте, посмотрите, что там будет. Накинули, оно в реальном времени рисует очень кверо, все, посмотрели, там, Jira Service Desk съел по очереди Jira Service Desk. Ну, вот, у нас, кстати, тоже проблемы были с Jira Service Desk, там тестировали тоже, но мы, правда, это проверенным способом J консоли, вот, тоже, ну, как, ну, мы-то как, прежде чем выводили на прот, мы все тестировали, ну, нагрузочные, вот там KBJ консоли, знаешь, смотришь, вот, у нас тоже была проблема с Service Desk. Вот, а вообще кто-нибудь как-нибудь определяет, такие плогины грузят Jira? Ну, то есть, ну, не так просто, что вот у меня там проблема там с производительностью, а вот именно сказать, что у меня проблема там stable grid edit, ну, там, ну, вот как ты, гонщик, говоришь, stable grid, вот ты как это определил? С stable grid я определил следующим образом, я поставил себе new relic, в один момент я начал видеть, что очень много call'ов начал увеличиваться, потом после этого я подключился, ну, flight recorder, начал рекордером записывать и начал видеть, что очень много по классам, а потом дальше я начал запускать tracing mode на production, то есть, профайлинг же есть, логов, и он тебе показывает, что вот этот промежуток у тебя просто огромное время находится, потом дальше тут уже начинается уже хрень полнейшая, смотришь, вырубаешь один плагин, у тебя отрабатывают и этих call'ов нету, если в том случае, что очень много же еще такие call'ы у тебя идут generic Java классом, тогда ты ничего не узнаешь, а когда они прям уникальны, допустим, то, что ты сам написал или что-нибудь такое по unique name'у в принципе можно поделить и тогда нормально. А что ты понимаешь под этим подколом? Подколом я понимаю название класса, которое вызывает какой класс? То есть, у меня дерево класс, условно говоря, это называется график flight 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 graph, что-то такое, fly frame, что-то такое, у него логика заключается очень простая, условно говоря, самое длинное, это есть проблема flame graph, есть такой Grex, Brandon Grex, который говорит про Linux performance, и как раз таки идешь, ты можешь, в принципе, вот на таком уровне понять, где какие вообще flame graph, какие вообще высокие запросы идут. Понятно. Но тут я тебе сразу скажу, что когда, вообще, когда обычный Java length вызывается, то начинается вообще непонятно, то есть вообще непонятно, что происходит. И тут уже начинается какая-то хрень, ну в плане того, что какое-то некое искусство выключения плагинов и просмотра их. то есть у меня было доходило до того, что я написал свой плагин, я не учел один момент, что надо как бы за собой хорошенько подчищать, у меня было много статиков, я не заморачивался, а потом в один момент это ёкалось. А это между началом проблем прошло, условно говоря, больше месяца, я не мог определить, а посередине много изменений было, и все время я начал перекручивать и все смотреть, что было изменено, что делалось и что такое. Но в настоящий момент из перформанс проблемы у меня возникает чисто из-за того, что у меня количество скрипт-кидей увеличилось очень много, то есть людей, которые автоматизируют по REST-у. Ну, это же можно, не, ну, если тебе это не надо, это же можно сейчас, у тебя дата-центр лимитировать. У меня не дата-центр, у меня сервер-эдишн. Ну, ты можешь тогда сам взять плагин, в принципе, это простой сервер-фильтр пишешь на REST, вот, ну, это слэш-эрест. Я просто хотел на Marketplace выложить такой плагин, но что-то умею с времени это вот делать до конца. Вот, просто пишешь сервер-фильтр, ловишь запросы, которые идут на REST, ну, а дальше, соответственно, ты в этом поймал запрос, дальше ты можешь посмотреть, какого юзера он пришел, там, к какому REST уйдет, ну, и дальше уже любую свою логику туда встану. Если, если делать не очень красиво, там, без всяких интерфейсов, в принципе, там, недолго, Вот, ну, как-то так. Слушай, а вот про New Relic, мне почему-то казалось, что New Relic, он, или я его с чем-то путаю, он работает на уровне кода, нет? Ну, вообще, по идее, он на уровне кода все это делает, но тут надо очень, что он трейсинг, то есть он трассирует все твои запросы. Ну, правильно, для того, чтобы он начал трейсировать, ты же его должен в код встроить. Он же, насколько я понимаю, ты, вот, ну, ты пишешь программу, допустим, какой-то, вот, и ты, соответственно, подтаскиваешь еще эту библиотеку, и он на этапе компиляции вставляет туда свой код. Нет. прям в байт-код. Нет? Ну, вот то, что он встраивается, согласен, но не согласен тем, что встраивается в твой байт-код. Он что делает? У тебя, смотри, Java-машина, у тебя отрабатывает условно с main classes, допустим, да, с основного, и он встраивается, допустим, под unsafe, и от него все у тебя дерево всех всевозможных классов, оно все же встроено, и он видит всевозможные деревья классов. Ну, то есть, и тогда... А как ты его подключаешь? Ну, как ты его подключаешь? Ну, то есть, вот ты скачал New Relic, и есть у тебя Jira, ты его прямо в JVM подключаешь? Да, ты ставишь параметр в JVM, но также работает AppDynamics, Dynatrace, ну, все эти штуки работают как ключ, условно говоря, к Java-машине твоей, они добавляются автоматом, все они, на самом деле, имеют свои как бы эти примочки подключения, то есть, к тому же с UBD, они как дополнительный App могут подключаться, вот, потом к Java-машине они просто как ключи для запуска самого Java-машины, потом дальше для Nginx, он как Traces смотрит, ну, это как утилита S-Trace, P-Trace, такие вот штуки. Я понял, и, ну, в итоге они тебе там что выдают? Ну, то есть, New Relic, он тебе в итоге что выдавал? Ну, то есть, вот такую полезную информацию тебе выдавал, которую ты не мог добыть, там, J-консоль, например. А, насчет, относительно, вот смотришь, J-консоль у тебя дает только ситуацию на Java-машине? Не, я сейчас про Java-машину говорю, про DB не говорю. А тут видишь у New Relic плюс в том, что у тебя ты видишь все, то есть, глобально, начиная от клиента до возврата ему полностью ответа. В этом вся плюс заключается. Ну, ты имеешь ввиду ну, смотри. Ну, ну, то есть, смотри, у тебя, когда пошел вызов, у тебя сначала вызов пошел от клиента, допустим, по REST-у, попал там, я не знаю, потом в итоге там это все на IGD-класса, попал это в GVM там, вот, и чего ты видишь? А потом он дошел до СУБД, то есть, запрос он ушел до СУБД, если оно было, и оно обратно же уходит, там он ставит некий, ты начнешь спрашивать, а как оно может быть, может построить? Не, не начну спрашивать, просто он какой-то там транзакшн-айди проставляет, по которому ты понимаешь, что это один и тот же запрос, да? Да. Вот, но круче всего, если транзакшн-айди и все такое, если, конечно, ты ему подсовываешь код. То есть, условно говоря, если у тебя посередине NGINX, он у тебя немножко сложновато работает. Вот я тебе про это говорю, то есть, вот я понимаю, как это работает, когда ты засовываешь код. Вообще все супер. Но когда ты его подсоединил просто к GVM, вот ты просто его взял и законнектил к GVM, то ну, откуда он у тебя там знает, какой клиент у тебя что прислал? Ну, декомпилировать еще может, и он может вставлять. То есть, ты должен понять, что у тебя просадка будет по производительности, какой-то объем, процент точно будет во время трейсинга. Не, я имею в виду, что вот ты подсоединил к GVM. У GVM там как бы у тебя находятся всякие трейды, там эти memory пулы, вот, но информации о том, от какого клиента поступил этот запрос, там нет. Вот. Как ты подсоединяешь, то есть, а ты говоришь, если ты свой код замочил и это все сделал, я это понимаю прекрасно, как бы все отлично работает. А как ты говоришь, что ты только в джава-машине подключил и видишь весь трейс клиент и так далее. тут момент такой, когда я устанавливаю, по сути, я устанавливаю некую утилитку, которую утилитка сама все настраивает под, она видит, что Nginx у меня есть, на том же инстанте он сразу вставляет, с UBD добавляется к джава-машине, он сразу инсталлятор все это видит и сразу операционку сразу видит и он всю эту информацию ты в одном месте начинаешь видеть, операционку, все-все-все подряд. Теперь другой вопрос, один остается до клиентов. Для этого, вот вчера я рассказывал, что я в аннаунс баннер вставлял их джава-скрипт, они говорят, хочешь видеть, что ты делаешь, ты вставляешь джава-скрипт и ты получаешь. Но, как бы далеко обфуцированный джава-скрипт деобфуцировав, ты увидишь, что он по сути что делает? Он смотрит, какой запрос и с этого момента начинает отчитывать, а потом полностью в Windows Ready он делает полностью штуйку и потом смотрит после каждого запроса этого, аяк запроса, а потом еще он смотрит, ну, то есть, условно говоря, такая и мега сложная логика. Не, хорошо, смотри, вот ты этот запрос туда послал, допустим, это он знает. Дальше он тебя добрался до джава-машины и ты говоришь, что при настройках, которые ты не релик так настроил, ты видишь, какие классы были созданы по этому запросу? А, да, сейчас. Ну, не класс, какие объекты создались? Тут, тут очень грубо можно увидеть, сейчас я подожди, блин, мне нужно новую триалку сделать. Сейчас я хочу найти. Ладно, у меня это 6 минут осталось, потом у меня это встреча. Давай созвонимся, я тебе покажу, как делал. Либо мне нужно новую триалку сделать. Вот, могу рассказать. Ну, расскажи. то есть, да, ты мне просто так можешь объявить, вот, у тебя есть какой-то интерфейс, через который ты видишь, вот что ты видишь в этом интерфейсе? В этом интерфейсе, сейчас у меня на этом интерфейсе пусто, потому что я все приложения использовал в триалке, они все стоят безумно дорого. Первая, первая проблема. вот. Дальше в этом интерфейсе я вижу, допустим, с каких локаций идут запросы, все возможные запросы. И теперь дальше я вижу время вообще запросов, сколько времени людям заходит до конечных клиентов от начала их запроса до их получения полностью и сколько у них рендерится. Дальше я могу кликнуть условно говоря на большие запросы, там я восстанавливаю по их синтели на каком-то проценте, смотрю, допустим, погружаясь внутрь, нажимая на условно говоря эти запросы, группу запросов и вижу, что это относится к манели, нажимая, смотрю, допустим, это к сети относится. Смотрим ситуацию, что нажимаем еще дальше, смотрим, что этот запрос были, допустим, REST такой-то, ну, таким-то URL-ом, нажимаешь на него, он видит, что этот запрос дошел до NGINX, с NGINX до Java-машины, ну, условно говоря, такая-то штука, я вижу, что на Java, ну, там не Java-машина говорится, там говорится дальше, то есть от этого инструмента еще что-то не было. Дальше говоришь, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, транзакции, ну, на их языке транзакции называется, ты нажимаешь на него и ты видишь, что как идут эти колы, то есть условно говоря, Java-машина как быстро ответила, а потом ты нажимаешь на... вот что такое call? Ты имеешь в виду... Запрос. Ну, то есть ты имеешь в виду, ну, вот ты, например, как можешь написать, ну, вот, например, как, ну, я не знаю, про Метеус же все знают, да, это плагин, да, там же как определяется время, сколько выполняется запрос, как бы очень просто, да, там написано сервисфильтр, вот, в который ты попадаешь, ты, значит, ставишь время до того, как передал управление дальше и после того, как управление к тебе вернулось. Таким образом, ты вычисляешь время запроса, но конкретно, какие там создавались классы по этому запросу, ты не видишь. Да. Это вот так же, да? Пока так же. Потом ты начинаешь покружаться, заходишь в JVM, в JVM, условно говоря, ты получаешь J-консоль, Flight Recorder, все вместе, условно говоря, полностью у тебя сразу с коробки настроено все. И там ты видишь объемы классов. И тут, они тут говорят, у них свой Artificial Intelligence есть, который он мапит. Эти запросы твои, то есть тот фильтр, который был, к тем или иным созданным объектам. А, я понял. То есть это Artificial Intelligence, да? Ну, тут, да. То есть 100% оно гарантии не дает. Я тебя понял. Теперь все понял. Теперь дальше он идет запросы с UBD. Запрос в UBD, как бы он видит все запросы. Тут он, условно говоря, видит, сколько ушло от Java-машины до UBD, пришел и вышел. Вот эти запросы. Ну, а тут он мэпит к реквестам? Да, да. Тут он мэпит, но с рестом он может не всегда хорошо мэпиться. У меня был случай, когда я тупо не видел вообще ни одного с UBD запроса. А с чем он хорошо мэпится? А тут снова с этим чертом Artificial Intelligence становится. А, ну все, я так и понял. В принципе, да, вот эти два места мне были интересны. Ну, я понял. Все. Условно говоря, ты можешь понять, это то, что с помощью New Relic ты получаешь, условно говоря, в несколько кликов получаешь сразу установленный мониторинг инфраструктуры полностью. За счет чего-то? Это я понял. Я просто думаю, я к чему это спрашиваю? Я просто думаю, ну, как сделать так, чтобы в Jira была возможность видеть не просто, что у тебя там нагружено Jira, а чтобы видеть, какие именно плагины нагружают. То есть, у меня есть там пару идей как это сделать. Вот, я их буду пробовать, но просто мне было интересно узнать, вот ты как раз начал рассказывать, как это реализовано в других. Вот как раз вот в этих сложных местах я понял, там работают artificial intelligence. То есть, в принципе, они способа красивого не нашли. Да, красивого способа, как я понял. Не красивый, а стопроцентный. Да, тут даже они на их сайтах, в этих IPM-тулов всегда говорится одна вещь, они говорят. Это первое, то, что если у вас, допустим, условно, C-подобный код, то есть, условно говоря, такое приложение, как бы вообще гарантии сильно не даем, потому что они идут, условно говоря, уже на уровне условной трансляции ядра. Я отчаливаю всем спасибо компанию, я пошел там на встречу. Хорошо, спасибо. Все, все. Давайте, где тогда последние, наверное, секундочки покажу. Кто-нибудь тут еще есть, еще остался? Прием. Да, 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 тем временем, я на самом деле еще одну штуку делал, я нашел, запустил свой performance тест и отправил ссылочку про access-log. Видели все про access-log? Там же очень простая, вот может java.jar и я-то смувнул все access-logи в одно место и как бы за 2020 год с января начал генерить, а там какие-то косячные запросы говорит и все, теперь осталось мне посмотреть этот файлик. Ну, то есть никакой магии нету. Он тебе какой-то отчет выведет? Да. Читаем в виде. Да, в HTML он отчет выведет вот это HTML ls-ltr то есть давайте я так хистерю сделаю, покажу. Вот я в get скопипастил, потом после этого я закинул access-logи, потом зашел сюда и мувнул access-logи все за 2020 год и java.jar запустил приложение и после этого я его мувнул в tmp вообще экран виден мы да хорошо у нас вот фактически остается раз два файлика все что мне нужно сделать это наверное скопипасить его это наверное вот так вот response time summary ну скажите что у меня тут работает у нас сегодня что-то с серверами кто знает как быстренько можно скопипастить что-то у меня появилась идея netcat 5000 import вроде нетcat минус c при этом я не помню свой так давайте скопируем в другом терминале что такое что такое почему не скачивается хочешь его себе на это на комп скопировать сервак да скопировать на комп и html он покажет что какие вообще запросы были какой как бы тренд и давайте я не буду тянут вам время что-то у меня с сетью случилось в принципе схема понятна то есть отчет по акции слогу а дальше можно посмотреть как он выведет да можно уже понять да он огромный html делается и она очень большая вот как-то так давайте я могу список слушай а может какой-нибудь отдельный телеграм-чатик куда ты будешь вот эти материалы скидывать неудобно Вики давайте вон комьюнити писать Ванчик писал тогда статьи там перекидывал по-моему у юзер группы тоже там какой-то отдельный в комьюнити раздел был да ну давайте я тогда некоторые вещи тогда объединю за выходные и я выкладываю в комьюнити да спасибо тебе большое вот про нью-релик и все дела тоже есть тут как бы условно говоря условно говоря ну тут не знаю нужно понимать насколько вы быстро все хотите добиться всего да мне бы вообще в принципе посмотреть руками потрогать это я думаю сейчас можно быть на выходных пощупаю дина трейсом они дина трейса апдинамик кстати в мегафоне же есть ты в мегафоне работаешь да да в мегафоне есть вроде только апдинамик что-то есть такое у вас слушай может быть там у этих биллингистов надо посмотреть потому что ну так я не знаю у нас рядом ни у кого нет гляну спасибо вот и тогда можно все это сделать я тогда за выходные я сейчас разберусь с Андреем не за выходные там за некоторое время в ситуации что что делать и тогда можно условно говоря продолжить штуку но пока на следующей неделе в понедельник я не планирую потому что я собрался на работу пора пойти я на самом деле все это время не работал я понял свободная минутка выдалась вот хорошо вот спасибо всем спасибо тебе пишите может было бы круто если бы вы рассказывали или что-нибудь такое интересно может быть в следующей неделе постараюсь больше делать с презентацией с всеми делами чтобы было более интересно да окей спасибо я подумал что можно сказать хорошо спасибо какие у нас ситуации бывали угу вот ладно спасибо спасибо пока пока